Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство. Раннее утро 30 июля. В парке собирается разная публика. На удивление. С 9 до 10, наверное, куда-то они рассасываются. А вот с 8 до 9, они что-то тут кучкуются, может быть. После ночи просыпаются. Слышатся такие выражения, прав-неправ. И подобное. Но я все примеряю к оздоровлению, к ютубу. Развелась. Или выросло поколение. Разоблачителей. Потом. Ищущих виноватых. Что вот. Последовали таким-то, каким-то там советам. То там они по 12 яиц выпивали, качали, с толку не было. То еще что-нибудь там такое. Вот это мастер спорта по всем видам спорта. А это тут юный шварценеггер. Российский. Ну и далее наша тема оздоровления тут. Ага, последовали вот. Получили какой-то результат плохой. Еще что-то, еще что-то такое вот. Кто купили книгу. Вот она. Значит, не дала ожидаемого. Опять-таки, виноват там автор. Хочется спросить. Ну а где ваша голова была? Иногда. Опыт. Да не иногда, а практически все время. Приходится получать. За счет того, что ты вот так вот. ума набираешься. Вот это да, жучит, смотрите. Жучит, жучила. Ума набираешься за счет, я бы даже не сказал, ошибок. А за счет того, что ты следуешь там действительно написанному. Вот, я вам рассказывал, что в свое время я выходил на апельсиновом соке, как там написано в некоторых книгах по голоду. Ох, эх, мне бы так бегать. Да. На апельсиновом соке. Написано все хорошо, отлично. Главное, вкусно. И буквально через там трое-четверо суток после так хорошо проведенного голода такой длительности, по-моему, я 18 суток от голода. Так все, ух, обливался зимой. То есть, был так доволен, что я такую вещь выдержал. И у меня облезли зубы, эмаль зубов слезла. Кто, кто вот виноват? Тот, кто там написал, что на этом а я, будем говорить, последовал. Вот. В любом случае пострадал я приобрел таким таким делом опыт о том, что выходить из голода на фруктах и фруктовых соках особенно с кислинкой где есть фруктовые кислоты крайне вредно для зубов. То есть, вот так вот у меня получился опыт. И когда мне говорят, что есть такое фруктовое голодание, я сразу же вспоминаю свой опыт, что обилие этих фруктов воздействует на эмаль. Причем у каждого человека крепость эмали своя собственная зависит от индивидуальной конституции. У одних она там сразу сотрется и разъедется. А у других еще нормально. То есть, незнание вот этих вот вещей привод к тому, что получается вот такие вот вещи крайне неприятные. Поэтому вот такой вот опыт побудил меня к тому, что прежде чем что-то делать, надо бы изучить этот вопрос. и все равно получается так, что есть такие вещи, которые познаются только практикой. А потом уже подтягивается теория обоснования. Не сразу все это дело. Тем более и практика теории здорового образа жизни это вообще такая молодая наука. не она только становится. Потому что все эти рекомендации без учета индивидуальной конституции возраста, сезона ввода обречены на какие-то вот такие непонятки. я уже не говорю о рецептах. Их огромное количество из-за того, что рецепт подходит конкретно к какому-то случаю. А если этот случай не ваш, то он и не сработает. лично я придерживаюсь такого мнения. Не ищу виноватых, а ищу где я недорабатываю. В чем мои ошибки, где я недорабатываю. Потому что вся наша предыдущая жизнь закономерно привела нас к этой ситуации, в которой мы оказались. и просто-напросто напрашивается естественный вывод. Раз ты туда влез, то ищи выход из этого. На то тебе и жизнь дана. Да, делаем ошибки. За счет этого мы набираемся опыта. Если б не было никаких ошибок, то ни на чем было бы и опыт получать. Вот такие вот у меня рассуждения навеяли компании, которые тут находятся. Кто-то рыбку ловит, кто-то разборку там делает уже с утра, кто-то веселенькой компанией сидит. Но в целом утро очень такое милое, повелось солнышко. Собачка защищает хозяина. Маленькая собачка не дает хозяина в обиду. Вот так вот ух, я вас спас. Поэтому обвинять очень легко и просто в своих неудачах искать врага на стороне легче всего. это как-то получается. А вот увидеть положительные стороны другого человека, взять его опыт, применить к себе, разобраться в своих ошибках. Ну, это не так-то просто бывает. О, еще один. Видал? 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 это меня не остановит. Цепок. Ой, я тут скачу. Ой-ой-ой-ой-ой. Как мне хорошо. Свобода. Свобода. Свобода от цепей. Свобода. Свобода. Ой, как хорошо. Ай-ой-ой. Ай-ой-ой. Свобода. Свобода пьянит. Видите, что творит? Свобода. Уверенность. Спокойствие. Сила. Красота. Богатство. Уверенность. Спокойствие. Сила. Красота. Богатство. Уверенность в правоте всего этого мира, в котором мы находимся, в котором я нахожусь, который дал мне жизнь, что он еще мне носит, позволяет дышать, это создает уверенность. Лично у меня уверенность рождает спокойствие. Что со мной не произойдет, это на мое благо. Это я заслужил. Это для моего развития. спокойствие порождает силу. Сила. Нет никаких страхов, каких-то там разочарований. Понимаешь, что все, как она идет, так она и должно идти. Раз-то я выбрал этот путь. сила. Сила порождает красоту жизни. Жизнь это вообще красивое явление. Это не просто надо понимать, это надо чувствовать. Все делается красиво, хорошо. Мир очень-очень красив. только надо видеть эту красоту. Именно сосредоточиться на этом качестве. красота. наконец-таки красота в совокупности со всем остальным рождает богатство. Богатство. Ты богат. Богат этим миром, богат этой жизнью, богат этими впечатлениями, богат благодарностью, что ты живешь. Вот так я рассуждаю. Лично я так рассуждаю. Я уже перестал кому-то там говорить, что надо вот так делать, что я вас там как-то поучаю. Я вот так вот живу. И об этом рассказываю. Делаются ошибки, ищутся пути исправления, есть слабина, которую надо превратить в силу. И много-много всего. На том мы и рождены, чтобы вот этим заниматься. Думать головой, а не слепо следовать чем-то указаниям, и потом говорит, вы виноваты, вы, а не мы. Поймал себя на мысли, что вот я раньше вообще не понимал, что собой представляет жизнь. Вот сейчас я понимаю, что это огромный дар. Соизмерить его просто невозможно, насколько он огромен для каждого конкретного человека. вот и вот за суетой жизни просто-напросто забываешь об этом, об этом даре, суетись что-то делаешь такое, сякое, вместо того, чтобы любоваться красотами этого мира, то, что тебя окружает, взаимодействовать с ним, ощущать его энергетику, ощущать ток жизни в себе, как-то все это воспринимать своеобразное, своеобразное. с точки зрения, что ты слит с этим миром, и можешь воспользоваться его силами, не обязательно там какие-то блага материальные, хотя и это может быть, но по большей части совершенно иные, более такие тонкие вещи, которые гораздо дороже всего этого, всего этого, что мы считаем ценными, но вот, говоря о Порфире Корнечи Иванове, он как раз и научился ценить саму жизнь, ценить природу, ценить общение, общение между человеком и природой, почувствовал эту связь, силы, то есть язык, когда ты читаешь о таких личностях, пока начинаешь несколько по-иному это смотреть, на все это дело, где-то даже на себя примерять, а что ты там можешь в этом отношении, а что тебе получается, вот эта радость, радость ощущения жизненного потока, солнышко светит, какие-то там жучки цикатят, птички поют, утро тихое, и ты топаешь и на ум приходят стихи, правда, это не мои стихи, но мне они нравятся, вдыхая воздух, ты вдыхаешь вечность, а выдыхая в ней ты растворен, то милосердие дыхание от Бога, запомни сей незыбленный закон. Вот, невольно приходят приходят на ум такие ассоциации, как у тебя за плечами стоят разного рода силы, твоего рода, народа, человечества, и в конце концов создателя, очень-очень интересное очучение, вот это все же можно почувствовать на себе, и какая-то вот такая вот радость, вот от приобретенной вещи возникает радость, ага, вот это интересная вещь, а вот радость бывает от самого потока жизни, которые вокруг нас, которые струятся, вот тут воробушки летают, они тоже хотят жить тут, кушают, вон собачка с цепи сорвалась, дабы ощутить полноту жизни, побегать, вот это все великолепие, великолепие всего этого, создают совсем другую атмосферу, настроение, в твоем сознании, очень-очень хорошо, и ты будто вновь, вот такой вот мальчик, но тоже постарше мальчик, то есть у таких уже мальчиков начинают какие-то быть, быть уже идеи, вот туда направить свою жизненную силу, ага, получить разряд, там, еще что-то, а вот, а вот где-то лет до четырех, наверное, максимум до пяти, потому что дальше уже мышление как-то меняется, а вот как раз в четыре, пять лет ребеночек так, допустим, ну, с двух до пяти лет, он вроде начинает что-то понимать, соображать, но он еще живет вот этой вот природой, еще сознание не испорчено, вот, вот, интересная вещь, видите, как мы вышли, прогулочка, правда, у нас кончается, испорченное сознание, то есть почему говорят, как дети, потому что у детей еще нету каких-то таких корыстных намерений, устремлений, что я там вот, вот, вот буду вот этим, я буду этим или еще каким-то, он просто живет, он просто живет, и вот это вот ему нравится, жизнь вливается без каких-то предъяв, что надо там платить по счетам, что надо идти на работу, что есть там семья, что есть еще какие-то там заботы и устремления, просто жить. Вот это вот интересная вещь такая, речка, сколько она уже тут столетий катит свои воды, это был берег, на котором я сейчас в недалеком прошлом, буквально лет 300 назад, турецкий, а теперь российский, все течет, все меняется, и наша жизнь идет сквозь вот это вот время, она движется. Благодарю за просмотр, если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал, ваше участие развивает канал и способствует его продвижению, вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.про, доброго здоровья и до новых встреч!